В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». С 2017 года государство намерено компенсировать 30 евро на лечение зубов. Насколько эта помощь будет эффективна, мы узнаем у депутата парламента Виктора Васильева. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Вот 30 евро в год, сумма весьма существенная, в кавычках, конечно же. Что это за система и как она будет работать? Ну, сумма кому как. Значит, за 30 евро, в принципе, простенькую пломбочку можно поставить. Даже, говорят, есть места, где за 25 можно, ну, очень простенькую пломбочку, больше ничего. Но если вы поставите пломбочку за 30 евро, то вам компенсируют только 15. Почему? Потому что компенсируется 50% до суммы 60 евро. Если за 60 сделали работу, значит, 30 компенсируется. Если за 30 сделали, то вам 15 евро компенсируется. 15 евро, 50%. Это, значит, для людей работоспособного возраста, да, от 19 до 63 лет. Но ведь раньше тоже была какая-то компенсация. Нет. То есть на сегодняшний день. Нет, не было для людей от 19 до пенсионного возраста, не было никакой компенсации. А детям до 19 лечили бесплатно, так же, как и в дальнейшем будут лечить бесплатно детям до 19. А пенсионерам до сих пор была, ну, потрясающая сумма, 19 евро 85 центов в год. Инвалидам тоже такая сумма. Эта сумма остается? Нет, вместо нее теперь другая компенсация. Так вот, что касается пенсионеров и инвалидов, то у них будет 85 евро в год, при условии, что сумма составляет 100 евро. То есть им компенсируется 85%. Если налечили зубов на 100 евро, то тогда, значит, компенсируется 85%. И причем это не так, что, значит, заплатили потом с чеками бегать в больничную кассу. Нет. Просто платить надо будет зубному врачу сразу меньше, потому что он сам будет рассчитываться с больничной кассой. Для пенсионеров это очень хорошее. Ну, как вам сказать, доживите, и тогда вы поймете, сколько стоит лечение зубов для человека, которому 60 с лишним лет, потому что там самые дорогие работы, потому что там нужно мосты строить, там одно, другое, третье, а потом, значит, опора у этого моста пропадает, и тогда весь мост в помойку нужно новый строить, а это вообще-то сотни, а то и тысячи евро. Вот так вот. Ну, чем богаты, тем и рады, потому что большего наша больничная касса потянуть не может. Но стоит ли ждать в будущем каких-либо еще изменений в этой области? Кто его знает, будущее довольно темное. Ну, вернемся вот к финансированию больничной кассы. Вообще финансирование здравоохранения в приличных и развитых странах, оно немножко по-другому происходит. Там имеется больничная касса, действительно, которая занимается солидарным страхованием. То, как у нас платят все, а получают те, кому надо. Солидарное страхование, вот, это придумал Отто фон Бисмарк 150 лет назад. И вот эта система, значит, с зачатками примитивного марксизма, она вот действует, как ни странно. Но в развитых странах вдобавок к этому еще добровольное страхование. То есть вот сколько вы заплатили, какую страховку купили, столько он и компенсируется. И тогда вот эта солидарная, значит, которая покрывает у них, там, в развитых странах, только самую-самую элементарную помощь. Плюс частная страховка, которая покрывает все остальное. Ну, более-менее 70-85% так они покрывают страховкой. Если надо, то доплачивают. Ничего страшного. Но у нас пока что вот эта частная страховка, она вообще существует. Она существует, она имеется. Но нашим людям она как-то вот не по карману. Потому что человек, он и без того, если у него средняя зарплата, то 130 евро в месяц от него отчисляют больничную кассу. И плюс еще каждый месяц 130 евро из своего кармана платить. Вы согласны? По-моему, нет, не согласны. Так что тут надо поднимать экономику. Экономику надо поднимать, чтобы зарплаты у нас были бы хотя бы такие же, как в Финляндии. И все будет значительно проще, все будет значительно легче. А пока что, уважаемые, идите к зубному врачу не тогда, когда у вас дикая боль или вообще зуб выпал, а ходите вовремя. Потому что вовремя, когда небольшой какой-то дефект, его и починить дешевле, и не так больно. Спасибо большое, Виктор. И будьте, пожалуйста, здоровы. Информационный блок «Доброе утро, Талин» подошел к самозавершению. Напоминаю, что у нас в гостях был доктор и депутат парламента Виктор Васильев. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!